всем привет друзья вы на канале xiaomi store и сегодня у нас на обзоре новый гироскутер от xiaomi под названием ninebot plus это преемник гироскутера ninebot mini так сказать модернизированная версия модернизированная на основе требований пользователей ну не требований а каких-то отзывов то есть xiaomi учла пожелания фанатов этого устройства и так сказать представила новую модель на основе всех вот этих пожеланий в этом обзоре мы соответственно распакуем коробку посмотрим комплект поставки соберем гироскутер и покажем как он работает и какие функции у него есть что же давайте приступим как видите упакованному в обычную картонную коробку белого цвета с изображением самого транспортного средства на нем и также с некими маркировочками и техническими характеристиками наклейкам по бокам также тут есть qr-коды для скачивания приложений и также здесь изображены поддерживаемые платформы то что мы можем им пользоваться как с андроидом так и с айфонами без проблем что же давайте приступать к распаковке и непосредственно сборки гироскутера первое что нас встречает в коробке это конечно же инструкция конвертик с инструкциями здесь есть рекомендации по безопасности какую защиту лучше на себя одевать также технические характеристики инструкция по пользованию как пользоваться приложением пультом и вообще что умеет этот гироскутер и все как обычно на китайском языке дальше лежит еще одна коробка и сам гироскутер в этой коробке лежит весь комплект поставки комплекте вместе с гироскутером идет только зарядное устройство блок питания чтобы заряжать гироскутер небольшой шланг переходник для того чтобы накачивать колеса также два крепежных винта 6-гранник чтобы закрепить пластиковая часть но это уже все-таки непосредственно деталь гироскутера потому что она закрывает открытые части и также комплекте идет еще пультик для управления гироскутером и маленький провод usb micro usb для зарядки этого пульта к пульту мы вернемся чуть позже а также тут еще лежит так называемый штурвал то есть этот гироскутер выглядит так же как на инбот мини а тут помимо просто платформы с колесами есть такое некое подобие штурвала он так он собственно называется с прорезиненной верхней частью эта штука во время поездки находится у вас между ног и в принципе на самом деле добавляет удобства к управлению на этой части нет никаких элементов управления но она обязательно без нее кататься на гироскутере вам не позволят на этой части есть только вот такая открывающаяся секция внутри которой есть пространство обитое мягким материалом и небольшая резиночка с названием самого транспортного средства и место это нужно для того чтобы закрепить сюда пульт и он нигде у вас не потерялся не болтался по карманам и не раздражал во время поездки а здесь собственно это изображено для чего это место все открывается в считанные секунды никаких дополнительных винтиков откручивать не нужно давайте достанем сам гироскутер и попробуем полностью собрать корпус гироскутера выполнен из прочного abs пластика а рама ну сама основа железные части внутри на чем все крепится выполнены из прочного магниевого сплава для того чтобы закрепить сам штурвал нужно сначала подключить его к такому некому коннектору ответная часть есть и на самом штурвале так и на раме гироскутера и как видите есть такая выступающая металлическая часть куда нам нужно будет прикрутить этот штурвал делается довольно просто и в принципе все можно собрать полностью в течение двух-трех минут как мы подключили коннектор и закрепили штурвал можно завинтить туда крепежные винты собирается это все очень надежно и прочно разобрать быстро это не получится так как это не разборная часть не для того чтобы например снять штурвал и было удобнее транспортировать нет это и так все вместе довольно таки тяжелое лучше это вообще не разбирать и не трогать если вы конечно не хотите полностью разокомплектовать гироскутер и убрать его в коробку а в принципе для хранения для транспортировки этот штурвал откручивать больше вам не придется один раз затянули все винты закрыли крышечкой и забыли про это место скажу пару слов о внешнем виде а первое впечатление которое он вызывает несомненно впечатление вызывает хорошая тоже минимализм это плюс выглядит очень футуристично такой прям сразу видно то что это какой-то робот какой-то умный android не знаю что то что то подобное какие-то ассоциации вызывает вот эти все секции белого пластика также все черные полоски серые все очень хорошо контрастирует и все вместе очень гармонично и стильно выглядят также качество материалов тоже на высоте здесь даже те же места куда нужно ставить ноги казалось бы вы там должны стоять ботинками конечно там материал сделан чтобы было все полностью противоскользящая но даже руками трогать эту резину очень приятно как будто она сделана для того чтобы вы там стояли руками то есть это не какая-то грубая жесткая резина а реально очень хоро из хорошей резины такие сделаны так сказать коврики противоскользящие очень приятные на ощупь и в принципе выглядящие дорого я думаю они долго прослужат и никуда не рассыпется не будут рваться потому что все-таки стоим на них ботинками и ногами а также что есть еще у этого гироскутера и для чего еще также нужен штурвал здесь вверху есть коннектор для подключения камеры сяоми которая со встроенным трехосевым стабилизатором это такой неплохой очень бонус учитывая то что этой новой модели нам дали возможность еще управлять с пульта если честно не вижу особо много разнообразных причин почему он захочется управлять пульта кроме как попугать прохожих ну и в принципе я думаю видеосъемка это основное для чего вот это они сделали то что можно гироскутером управлять с пульта согласитесь это очень прикольно то что у вас так сказать робот камера будет кататься и вы будете видеть что он снимает ну и как просто можно снять какие-то сцены до с помощью этого так как пролета будут очень гладкие за счет того то что вообще сам гироскутер очень хорошо будет ездить так как он ориентируется в пространстве ездить довольно гладко плюс еще камера с очень хорошей стабилизации это родная сяомишная камера которая сюда может подключиться в принципе весь гироскутер собран мы его включили сразу же зажглись лампочки на экранчике статуса и он так сказать настроился поймал равновесие и теперь может полностью самостоятельно стоять и перемещаться как видите он держит равновесие на самом деле сразу же как он включен можно подключиться к нему пультом и начать управлять пультик тоже сделан очень классно на нем также если мешок чтобы он у вас не упал с руки если вы например боитесь уронить его и сам момент управления гироскутером тоже реализован довольно интересно здесь такой приятный прорезиненный джойстик то есть это не кнопочки вправо-лево вверх вниз а конкретно джойстик который во все стороны можно подвинуть так сказать повернуть очень удобный приятный на ощупь также на пульте есть еще всего три кнопки одна из них с изображением камеры как вы поняли я думаю это подключает камеру у нас есть сейчас нету так что это кнопку использовать смысла нету также кнопка с изображением собачки это включает интересный режим у гироскутера который позволяет вам положить пульт в карман и гироскутер будет следовать за вами на определенном расстоянии которое также настраивается через приложение ну и кнопка включения которая включает питание пульта и и происходит сопряжение с гироскутером еще что по внешнему виду да как видите у гироскутера очень много прикольных светящихся огоньков на колесах это синие лампочки они так всегда будут светиться и настраиваемые огоньки они сзади так сказать как стоп огни который можно настраивать настраивать по палитре через положение что позже я вам покажу тоже также у этого гироскутера есть довольно интересный режим погрузки то есть ну как заявлено производителем то что его можно использовать для того чтобы перевозить какие-то сумки какие-то вещи максимальная масса которой возможно погрузить в этом режиме это 20 килограмм и для этого как я понял нужны какие-то специальные сумки ручка которых крепится вот на штурвал и места куда ставится ноги там собственно не емкость для того чтобы вы что-то загружали эта сумка есть промо ролики в комплекте и и соответственно нет я думаю это идет как дополнительный аксессуар также еще пройдусь по техническим характеристикам гироскутер обладает защитой от влаги и пыли по стандарту ip54 то есть это не полная вода непроницаемость но защита от влаги и пыли такой умеренный то есть опять же так же как с макатом конечно в лужу в нем лучше не нырять но я думаю в дождь на нем прокатиться можно и ничего с ним особо опасного не случится шина него надувные диаметр 11 дюймов их также можно докупать дополнительные как и камеры как и шины если вы что-то вдруг повредили суммарная мощность у гироскутера двух электрических его двигателей составляет 800 ватт а максимальная скорость которая может развить с этими двигателями заявлены 18 километров в час батарея на одном полном заряде сможет вас отвести на расстояние вплоть до 35 километров я считаю это неплохо полная зарядка устройства длится пять с половиной часов сам гироскутер полностью собранный ну соответственно со штурвалом весит 16 килограмм что я считаю достаточно много то есть получается есть он даже больше чем самокаты от xiaomi ну так сказать вот эти все функции то что он может следовать за вами то что можете управлять им с пультом они так сказать и говорят о том то что вам его таскать то и не нужно только если там на лесенку до поднять пару ступенек а все остальное время вам не придется выкатить или там вести за ручку он будет сам ехать за вами или вы можете им управлять самокат же такого не умеет самокат согласитесь за вами не поедет так что вес более принципиальным таком транспортном средстве как самокат и так мы с собранным гироскутером вышли поразвлекаться на улицу посмотреть как он катается вообще по асфальту как он следует за людьми как как работает этот режим слежения работает довольно неплохо на улице это работает хорошо но сразу скажу нет никаких татчиков то что он определяет то что это стена или бордюр он просто как-то следует и как бы ну люди сами должны обходить когда он едет навстречу но и в принципе не в замкнутом пространстве это никаких проблем не должно вызвать также расстояние на котором он следует она также настраивается как и максимальная скорость которая может следовать за вами управление очень простое очень отзывчивая да как я уже сказал это удобный пультик с джойстиком и также но вы можете например укатить его куда-то вручную джойстиком нажать кнопку вот эту собачки с изображением и гироскутер просто вернется к вам и в таком режиме гироскутер благодаря всем своим огонькам и в принципе внешнему виду и штурвалу вверху выглядит как такой некий робот может и звездных войн может нет но как я уже сказал выглядит футуристично прикольно и забавно весьма радует прохожих они оборачиваются смотрят что это за зверек за ними катается белоснежный но это гироскутер xiaomi который когда вы не на нем собственно это не гироскутер а можно сказать уже полноценный робот который полностью может перемещаться перевозить вам какие-то вещи и также еще снимать что-то на камеру основная панель управления гироскутера находится спереди тут есть только одна кнопка включения и также внизу есть экранчик но экранчик это громко сказано я бы назвал таким статусным экранчиком небольшим статусной строкой где отображается только заряд батареи bluetooth сопряжение и заблокирован он или разблокирован и также на этой же стороне наверху находится диодный фонарик соответственно для освещения дороги спереди внизу под этой панельки управления находится резиновая такая прокладочка закрывающаяся под который разъем для зарядки гироскутера больше каких-то информативных или управляющих элементов на самом гироскутере нету гироскутер также обладает какой-то сверхинтеллектуальной системой обучения то есть он подстраивается под вашу вообще манеру езды но не то что манеру езды а то что ну если например не катались не гироскутере вам придется немножечко обучиться и вот например на вот этом гироскутере вам будет научиться намного легче чем на каком-нибудь там китайском за пару тысяч рублей потому что у него все-таки тут есть какой-то свой гироскоп он также пытается держать вам равновесие за вас ну и подстраивается в принципе под ваше положение тела под того вообще как вы себя ведете в поворотах на езде и делает для вас каким-то более комфортным то есть вы даже этого не замечаете но просто будете себя чувствовать на нем довольно таки комфортно и то что он большую часть нагрузки это каких-то неудобств берет на себя благодаря вот этой интеллектуальной системе подстраивания и обучения под пользователя мы также еще попробовали гироскутер отправить вдаль по улице так сказать остались стоять с пультом который подключается к нему по плитус и просто давили джойстик вперед чтобы он ехал 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 и он отъехал где-то метров на 25 даже чуть дальше и мог ехать еще немножко дальше но я думаю то что это на самом деле бессмысленно потому что ну кто будет так отправлять свой дорогой гироскутер куда-то за угол там на 50 метров и дальше плюс больше меньше мне кажется что от этого радиус 20 метров должно хватить ну например для каких функций для съемки как я уже говорил то есть мы больше никакого варианта не вижу что с ним вообще можно делать только разве что развлекаться и там пугать прохожих а так в принципе вот это то что радиус действует 20 метров он я думаю нужен только для того чтобы снимать брать какие-то планы собственно чтобы гироскутер был в поле зрения и вы так сказать наблюдали что он снимает и также сейчас мы подключимся приложением гироскутера покажем что можно делать там приложение мы опять же используем от компании segway ninebot она отлично сопрягается как и с гироскутерами так и со всеми самокатами от силами здесь очень удобный интуитивно понятный интерфейс если вы пользовались самокатами силами и также подключались к нему с помощью этого приложения это мы уже заметили то что тут в принципе управление ничем не отличается также выглядит эта шапка управления где изображен кружок на котором можно заблокировать устройство и также видно текущую скорость и вот эту статусную строку также по свайпу мы видим все основные данные то есть сколько осталось проехать на заряде батареи сколько вообще процентов заряда батареи каков пробег сколько мы проехали за сессию и сколько он еще может километров проехать также из настроек какие еще есть у гироскутера их тут соответственно больше чем у самоката здесь есть настройка света настройка скорости настройки скорости можно изменять ограничения которое позволит вам сделать только после того как вы привяжете его полностью к своему устройству к самому аккаунту а пока не привязаны там есть заданное ограничение на 15 километров в час и так давайте перейдем настройку батареи посмотрим что там здесь мы видим что общая емкость батареи 6450 миллиампер часов также вы тут в настройке есть всякие температуры текущий вольтаж напряжение сколько осталось мощности ну и так далее все удобно все комфортно для слежения за собственного состояния вашего гироскутера но и в частности батареи давайте зайдем в настройки света здесь как я вам и сказал полностью по палитре можно выбрать любой цвет у задних лампочек подсвечивающихся также есть ползунки с настройками включены или выключен свет вперед включены или выключены стоп огни то есть чтобы они загорались при торможении и также включены или выключены лампочки которые на колесах которые вот эти синие ободочки а вот этим колесиком с палитры задаются цвета лампочек которые находятся сзади вот эти, собственно, стоп-огни. Выглядят очень симпатично и прикольно, так как они горят ярко, качественно. В темноте это выглядит еще более круто, так как диоды очень яркие и очень сочно передают цвет. Также есть настройка голосового управления. Если заморочиться, можно настроить, чтобы он по голосу выполнял какие-то функции, какие-то режимы переключалось за счет голосового управления, а не просто кнопок. Есть настройка вот этого режима слежения, просто по что я говорил, то что дистанция, на которой он будет ходить за вами, и скорость, с которой максимально он может за вами следовать. Также есть настройка сенсора, как она тут называется. Это настройка вот этого равновесия баланса, то есть можно включить вот этот автоматический режим, который я вам рассказывал, интеллектуальный по сравнению под вас. Можно выключить его и откалибровать то так, как вам нужно вам, то есть полностью ручную настройку сделать. Но в принципе это автоматический режим, он сделан достаточно оптимально и сам все как нужно настроит. Также есть настройка управления пульта, то есть тут можно задать только скорость, с которой двигается гироскутер, когда вы управляете им с помощью пульта. Также есть просто общая информация по устройству, тут опять же будет пробег, средняя скорость, на которой вы передвигаетесь, ну и какие-то просто технические характеристики устройства и какая-то основная информация. Также есть основные настройки, где можно настроить пароль подключения к устройству, ну и всякие подобные такие основные базовые настройки какие-то. Еще такие, как типа название устройства, и тут внизу еще есть Uploadback Blackbox Data, то есть у него есть какой-то черный ящик, то есть если он вдруг сломался, то можно скачать отсюда какие-то данные, где будет понятно, из-за чего произошла ошибка, или какие вообще данные он записал перед тем, как отключился или сломался. Также если активировать гироскутер и привязать его к своему аккаунту, можно управлять им будет через это приложение, но сейчас это показывает смысла нет, делается так же, как на всяких других гироскутерах, но тут есть джойстик и пультик, и с помощью него даже интереснее управлять, чем через приложение. Ну в общем, как видите, тут никаких сложных особо настроек нету, все очень хорошо, все очень информативно, так сказать, без всяких заморочек, просто все сделано для того, чтобы вы смогли следить за состоянием своего устройства, за состоянием его батареи, дается какая-то текущая информация о скорости, оставшийся пробег, плюс некоторые точные настройки, такие как лампочек, расстояние слежения, скорость слежения, ну все просто, в принципе, все есть для того, чтобы полностью настроить его, так сказать, под себя. Так что на этом наш обзор подходит к концу. Вот такой вот замечательный гироскутер от Xiaomi, такая вот новая версия, как по мне, это очень такой прикольный робот из будущего, потому что уже все-таки, как ни крути, это не просто транспортное средство, это все-таки уже немножечко робот, который может уже и следовать за нами, которым можно управлять, который может уже даже что-то снимать, если на него закрепить камеру, а ну, в общем, не стоят на месте, не стоят на месте гироскутеры, видите, развиваются, а может быть, должно было как-то развиваться в другую сторону, но, видите, они развиваются не в меру своих HD-овых качеств, а в меру того, что это постепенно превращается в какого-то робота, который может теперь уже нам помогать что-то носить, и который может за нами следовать и уже что-то снимать я считаю очень неплохо вы получаете за эти деньги себе и робота оператора и транспортное средство полноценное к его внешнему виду и дизайну нет никаких претензий как я уже сказал все выглядит очень футуристично я думаю вы сами видите то что выглядит он довольно забавно и все его движения и перемещения выглядят как движение милого робота все материалы на высоте все очень красивая мягкая удобная прочная и никаких претензий к этому нету свое мнение об этом гироскутере или отзывы какие-то можете оставлять в комментариях вопросы также можете писать туда а на этом все мой обзор закончен всем спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на наш канал всем пока